небо морщится походу все-таки будет дождь да мы насобирали ягоды нас нагрузили яйцами кабачками да вон у альберта в рюкзаке у меня в рюкзаке тоже да ладно ты же самый большой у нас в доме вот я тебя чуть зря кормлю что ли ладно мы идем домой сейчас зайдем еще магнит да зайдем картошки купим киоск хочу минерал очки хочу вообще сильно а так мы зайдем сейчас магнит купим картошки купим сахара картошку на уху у нас там рыбка растаяла укус варим а сахар чтобы сделать пару банок компота и варенье из вишни от рыбы то да не так клево идешь по деревне петухи орут собачки маленькие все хвосты вреда хвосты а зачем ты их обрезал такой тема почистил рыбу еще и хвосты обрезал Я бы сейчас искупалась, наверное. Вот сейчас иду, и понимаю, что я бы искупалась. О, яхта. Иди купайся. Яхта? Ну, яхта, парус. Могу по-другому выглядеть. Типа парусник. Беги, мам, в трусах. Купаться в трусах? Да. Да, ну? Что в трусах? Я шерсту. Потрогать, что ли, водичку? Зайти ножками? Правда? Да, давайте ножками зайдем, потрогаем водичку. Такая птичка, маленькая-маленькая, смотрите. И смотрит, бегает и смотрит. О, хорошо. Ой, падает. А? Ой, падает. Вау. Не зря там этот мужик пытался. Им хочется нырнуть. Нырай. Высохнешь, пока идешь? Да, конечно. Вот какой солнце палит. Ну, все. Давай нырай. А с кем не хочешь скупаться? Нет. Попить прям даже охота. Пей. Что, не хочешь нырнуть? Да нет. Уже я все так. Хотя там на спортивной я в майке тогда покушу. Да. Я поленилась сидевать вверх от купальника. С ним мы пошли. У меня место были трусы купальные, а вверх-то вот эта майка. Я сидела-сидела, он говорит, ну пошли, ну пошли. И я прямо в этой майке туда инфекула. Тренировка. Все хлопа мокрая. Голиже, бегает в воде. Бегает в воде, если пляж позволяет. Там тяжелее. Залезь, мама, сюда, а ты нырни. Нырни. Такая закружилась, закружилась и нырнула туда с головой. Еще, 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 еще. Еще спускаешь, еще метр. Еще, еще. Еще чуть-чуть. Сейчас кататься будет. Классно, счастливо. Порох, рушить-то не держит. Ну сиди там, вот так. Ой-ой-ой. Порох, рушить-то не держит. Котов. Туристы. класс сейчас поедут все так и будут плыть сейчас осталось только весла дать у нас как самое главное самое главное в носках короче не поехал у них этот водный катер короче водный скутер и артем говорит я бы купил себе такую штуку я говорю я была бы не против я была бы наверное вообще такой женой которая была бы не против всех вот таких вот штук и он мне говорит вот так вот а как же мама вообще не надо говорит в общем все я детей вырастила они мне сказали пока пока ну и фиг на тебя и на тебя тоже я заведу себе собаку или ты меня с собой бы тебя уже есть ты будешь брать меня с собой единственная тема мне сказал что он будет приезжать ко мне и привозить мне вкусняшки а еще если он станет пилотом у меня будет его самолете вид место вот так вот это уже это уже это уже это уже плюс тебе в карму хорош короче говорят юморить идем домой уху варить так вот все наше добро я не знаю сколько здесь литров но у нас была одна пятилитровая бутыль и несколько литров и вообще тут не надо ты ее помнишь так литров 8 да здесь так у моей мультиварки есть вот такой режим выпечка варенье ни разу не пользовалась хочу воспользоваться первый раз в жизни почему решила воспользоваться потому что не нашла подходящей кастрюле для того чтобы варить варенье из вишни вот поэтому решила воспользоваться мультиваркой что мы сделаем мы вынули лишнюю здесь наверно килограмм не знаю короче я делаю все всегда на глаз вообще не заморачиваясь вообще не заморачиваясь никогда насыпаю сахар сюда включу кнопочку варенье буду периодически помешивать перемешивать и варить вот пока варится приготовлю банки будь здоров правильно где наша ложка очень надеюсь что не испорчу ягоду и сахар просто так не переведу очень мультиварку больше мультиварку нет не боюсь ни капельки не боюсь не жалко будет потраченной труды на сбор ягоды пусть наверно постоит немножко где-нибудь полчаса пусть постоит может сок даст и тогда уже потом включу потому что так включать сейчас просто начнет сахар жечь мне кажется как помяло нормально она расплавляться не будет но она будет вариться все пусть стоишь пусть пока стоит полчасика так я в это время готовлю наверно банки банки и что ты делаешь надо чем ерундой заниматься я потом уже не чудесно так половину еще вишни я заморожу в морозилку уберу вот оставлю поесть немножко и если получится вот здесь вот еще сварим или в маленькой кастрюльки пока да в маленькую кастрюльку еще сварим а что ты его убрал мне же еще надо будет еще надо будет да еще в маленькую кастрюльку сделаем вот еще у меня есть такая кастрюлька полутора литровая по моему может быть двухлитровая еще у нее сейчас тоже здесь вот только мы набрали заморозку на компотике все зиму нужно пить компоты нас там кстати есть уже наверно вот такой полный пакет на мороженое еще добавляем это как полина позорчера взяла червяка я на качельке сижу качаюсь она взяла дохлого червяка и передо мной вот так вот его вот так вот я когда на меня дошло что это червяк я думала я скачу ли упаду вверх ногами честно вот тема вот как нибудь я сейчас покалечу ты не забывай что я каратой занималась я ведь искусывать могу со всей дури я вон он все зубы то сразу прямые станут вот и режь теперь ее на веточке на заморозку что? ну как все то? что нету там больше? убирай ее она ползает там господи я тебя прошу только не в мусорку хоть куда она по подъезду ползать будет тема что я должна сделать если я боюсь всяких червей тараканов вот ее надо сейчас разбирать на соцветия капусту хочу заморозить ее тоже я боюсь даже трогать ее я цветную капусту вообще боюсь разбирать на соцветия всегда потому что в ней всегда гусеница есть блин вынеси ее на помойку пожалуйста да она выползет он ее в подъезде хочет оставить она выползет и залезет к нам в квартиру ну тема блин я ее возьму с ее тема вот смотри завязал все бери ее нет убери она сдохнет там быстрее да я боюсь и зверху господи у меня аж сердце биться перестало так ладно давай ты капусту разделаешь вот на такие соцветия разделай пожалуйста я тебя буду любить сильно вон нету все больше а если есть ну подумай что он проходит да ты что блин а тебе меня не жалко вообще ни капельки да вон нету все уже не хочу я вот ты порежь вот прямо вот каждую вот так вот порежь мы положим ее в пакет и заморозим а зимой будем кушать яйцами или нет перенежка давай давай ты порежешь ладно там нет гусеники есть там гусеники нету если я умру сейчас денег зарабатывать вам некому будет от страха да порежешь да нет альберт картошку на уху чистит я рыбу чистил ты должен быть честна ну блин а я варенье варю которое Артем не ест ладно буду пытаться резать мама тебе деньги зарабатывает так вишня в мультиварке ага немножко дает сок чуть-чуть еще пусть постоит немножечко и все я буду ее включать мне кажется неразумно будет включить ее сейчас вообще будет неразумно поэтому я дам ей постоять еще немного и потом включу ну что ж попытаюсь порезать цветную капусту сделаю попытку я не параноик я просто боюсь гусениц Сема не балуйся он сидит балуется измеется надо мной а я боюсь гусениц и мне сейчас уже кажется что они везде ползают на полу везде ну блин я боюсь ну что теперь и вот я вот так вот режу потихонечку вот как могу я вот так пытаюсь разобрать сейчас покажу тема а вот и она где где мать моя опять там ползает вон она поменьше чем та господи как тебе надо блин где она ну а вот ножик ну что ж такое то ну почему в цветной капусте всегда так много гусениц а ты сходи вон туда вот наверх и скажи чтобы гусениц не было в цветной капусте так так да вот эти то надо тоже обрезать вот так вот вот я вот так вот делаю ну как бы ну боюсь есть а это есть можно кого там ну это не надо нам нужно только соцветия вот эти вот это не надо это можно где она смотри ползла вот эту бяку тоже убирать надо а это что такое где гусеница дай-ка мне немножко ты лови ты пока ее ищи а это что это ее типа яйца да нет это чуть-чуть подгнившая капуста вот соцветия чуть-чуть подгнившая вот здесь вот все нормально вот здесь тоже я она уползла да блин уползла не надо мне ее ищи пока тихо я пока обрезаю вот там где нету там где я реально видела что нету ай еще вот он вот здесь вот еще в раковине целый вилок его тоже надо разбирать нет ты смотри внимательно ты че думаешь ты взял обрезала и она все уползла что ли а куда она уползла она ведь куда-то в свете уползла ты на вот она а вон она блин а вон она блин выкинь она скрутилась ну понятно твоя воверка испугалась ну хорошо ее я держу ее фу хорошо ее гонять по столу мамочка а а тема даже не подноси ее ко мне я параноик все таки убирайся вот это ведь вот это вот гусеничные какашки да ведь ну да или нет или это просто капуста змеиные яйца ты че а если это змеиное яйцо останется у нас в доме и потом змееныш вылупится вон их сколько это явно гусеничные какашки я не хочу я мне не надо вообще в пакет это надо куда-то положить всю вот эту вот гадость давай а коррекин это все вкусно ну вот здесь вот чистенькая нормальная набралась смотри я сейчас как на тебе стукнула бурак так здесь нормальная набралась давай тот вилок еще я пока пакет возьму ты все вот это вот положишь смотрите как усела ягода мультиварка работает 2 минуты ягода уже усела. Поэтому я сейчас буду добавлять вкусненькие я буду добавлять вот из этой кастрюльки. Чтобы не варить в кастрюльке. Она будет усаживаться. Я буду постепенно добавлять. Все, да. Еще немножко. Закрываю. Так, сгорем пополам. Сгорем пополам с визгом и списком. Сын у меня разобрал капусту на соседе. Я помог мне. Кто спещался? Я спещала. Все, у нас в морозилочке будет целый мешочек капустки. Ура! Я люблю ее есть. Но я не люблю ее разбирать. Потому что там все равно есть гусеница. Хочу я этого или нет. Наконец-то у меня руки дошли до белья. Чтобы погладить его. Ну и сегодня еще я постирала много. Я сегодня перестирала много белья. И оно уже высохло на улице. Потому что очень жарко. 30 градусов. А балкон у нас будет целый день закрыт. Так что, наконец-то я поглажу все то, что у меня лежит уже неделю неглаженный. Кстати, доска у меня очень старая. Очень старая. Ей уже этой доске 2002 года. Она у меня. 18 лет ей этой доске уже. Поэтому я стелю чехол. Я новый не покупаю на нее. Все. Думаю купить новую доску. Вот. Я стелю полотенчика. Постелила полотенчика. И нормально. Артем музыку сейчас слушал. И стул в дверь. Я так напугалась вообще честно. У меня прямо руки затряслись. Ну он довольно-таки громко слушал. Почему напугалась? Потому что один раз уже соседка приходила, которая под нами. Ну я так понимаю, она не то чтобы неадекватная. Она просто злая, обиженная на жизнь. Не знаю, что уж у нее там происходит в жизни. Но я слушала музыку, которая мне нужна была для разминки на фитнес. Вот. Я слушала музыку. И сама была на кухне. Музыка играла здесь в зале. Время было полпятого дня. Ей не понравилось. Ну как бы не настолько сильно музыка играла, но достаточно громко. Ей не понравилось. Она пришла, она устроила мне скандал. Поэтому я лишний раз теперь побаиваюсь двигать мебель, ходить, топать, прыгать, танцевать, еще что-то там. Хотя я понимаю, да, что я в своей квартире имею право хоть на ушах стоять там до 10, по-моему, до вечера с 8 утра. Ну я реально теперь побаиваюсь. Потому что, ну, разве психически здоровый человек придет к тебе и начнет орать на тебя и обвинять во всех смертных грехах и обещать кучу проблем. Мне это не нужно. Лишний раз я не хочу связываться с такими неадекватными личностями. Вот. А тут пришла просто соседка, бабушка Божия Дванчика. Она ходит периодически к нам за помощью, там, помочь в компьютере, там, в телефоне, еще что-то. Сумки подняет снизу. Мы живем на пятом этаже. Несет капусту, капусту, огурцы и садо из своего подкармливает, в общем, нас. А у меня затряслись руки. Я понимаю, что у меня затряслись руки и сердце ушло куда-то вниз в живот. Я стою, и я так долго не могла успокоиться вообще. Ну, слава Богу, все хорошо. Вот это мой любимый утюжок. Я его покупала в прошлом году. До этого мне служил утюг лет 20, наверное, такого советского, образца советского производства. Но закончился его срок действия, срок службы, и он у меня сгорел. Пошла в магазин, купила вот такой утюжок. Фирма Вель, такой же, как у нас микроволновка. Почему я его взяла? Не знаю. Мне понравился его дизайн, внешний вид, характеристики, в принципе, которые не отличаются от супер-супер раскрученных фирм. Да. Ну, и микроволновка моя Вель зарекомендовала себя достаточно хорошо. Поэтому я взяла утюг такой же фирмы. Ну, все. Буду гладить и успокаиваться от визита. Играет музыка 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 Так сильно потемнело. Очень сильно потемнело. И Альберт говорит, вон там вдалеке сверкает молния. Да, там вот так сверкает. Я еще не видела, хочется все как-нибудь заснять, увидеть. Ну, я говорила, что днем пойдет, о, точно сверкает там вдалеке. И, наверное, раскаты грома сейчас будут. В общем, что я сегодня натворила. Я поставила варить варенье в мультиварке на 40 минут. 40 минут там получилось варенье, выпечка. Вот. Первые 40 минут я честно отстояла, отождала. О, ветрище поднялся опять у меня с шторы аж парусом. Вторые 40 минут я со спокойной душой ушла. Оставила мультиварку, подумала, что не будет вытекать. Опять сверкает? Там прям вот оттуда, вот прям вот так вот сверкнуло. Блин, дождаться хочется. Хочется дождаться ее. Я должна сверкнуться. Ого! Вот, рассказываю дальше, что было. Смотрим молнии и одновременно слушаем, что было дальше. У нас же Тема катается где-то на велосипеде. Блин, где хоть он? Скорее бы хоть домой переехал. Ой, ничего себе ветрище какой. Опять там все осталось. В общем, вторые 40 минут я спокойной душой оставила эту мультиварку и ушла. Ушла гладить белье. Пока гладила белье, слышу, у меня орут дети. Мама, бегом! У тебя, говорит, сок выбегает. Какой сок? О, молния опять. Какой сок? Понять не могу. Говорю, бегаю. У меня из мультиварки все просто в разные стороны варенье разлилось. Ты закрыл? Да. Все разлилось. Ой, капли. Капли. Тема-то где у нас? Что-то я... О, наконец-то приехал. Капли крупные такие. В общем, мытья тут было. Оханья и аханья было очень много. Мытья, мультиварки, все, что рядом, стол. Все было в варенье абсолютно. Но зато результат. Вон сколько баночек. Вкуснейшего вишневого варенья. Чуть-чуть не долила. Вот здесь не хотела. Вкуснятенько. Пойду, наверное, на балкон постою, поснимаю. Ну, днем я и говорила о том, что будет дождь сильнейший. Хорошо, хоть Тема успел у нас до дома добраться. Смотрите, какой ветер опять. Все разбегаются такие в разные стороны. Детки, взрослые. Возьмите. Вроде бы никто. Ну, давай, наполняйте все. И наполняйте. До крана еще наполняться тут. Попадают капли, только не... Сейчас покажу, что у меня придумал Альберт. Закрывает такие порывы ветра. Шквалы прямо. Сейчас покажу, что у меня тут придумал Альберт. Дождусь следующей молнии. Надо сильно его дождаться, тогда показать. Сейчас как-то польет, ливанет, как из ведра. Ой-ой-ой, а у нас закрыто там окно в вашей комнате? Я ведь спросила тебя, ты говоришь, да? Успел, Тёма? Ура! Я запереживала, так думаю, где хоть ты? Так сверкает сильно. Видел, как сверкает? Глаза в пыли? Сверкнуло? Да, вот там просто. Нет, мы тебя не видели, мы высматривали. Где ты, где ты? Такое ветрище вообще сумасшедшее. Так. Не надо бы рассказать. Почему? Этот конструктор у меня. Туда, короче, набирается дождь. Он так вот идет по трубочке. Если я что-то намутил, у них фигни. Где-то давай. И сюда потом наливается. Подожди, Тёма. И вот сюда наливается вода дождевая. Походу сегодня на болтах не нужно спать. Почему? Так вот греметь будет. Ну? Не надо. Ну, так прикольно будет. Едешь домой и что? Бухающие одноклассники пошли гулять. Что ума? Я им такой говорю, вы что, куда пошли-то хоть? Типа, я наоборот домой лечу, спешу. А они пошли гулять, да? А, ну, прикольно сейчас гуляют. И с собакой идет спокойно. Вот тут вот начало ехать. Все, пыли было. Наелся? Наелся пыли? Артем, видел, какой я конструктор делал? Конструкцию заводил. На улице так много людей рулял. О, опять сверкает. Ну, сверкает где-то вон там вдалеке. Ну, фигмом у нас все это цесился. Он, чтобы не оторвал. Не оторвет. На себе отнесется. Не оторвет. С первого этажа. Опять сверкает. Дождь сильный, пошел. Кстати, в некоторых странах используют молнию как для добычи электричества бытовых целей. Там стоят официальные установки. Молния ударяет. Получается, несколько миллионов киловатт в тебе. Нет, не несколько там, по-моему, миллион киловатт. Вот когда тебя не было, молнии циркали. Да ты пришла, молнии перестали циркать. Они стесняются. Вон, видишь там. Там, вдалеке. От тебя дома небо походят. Ну, ветер просто, видно, выгоняет. Хасика, воздухом хочешь подышать? Нет, знаешь, как молнию привлечь? Длинную-длинную-длинную железяку. Вот так, братья, мы туда. Красиво будет. Где эта белка? Ползала где-то. Белкий полочек. Главное, молнии сверкают, а грома-то, ну, грома-то, раскатов гробов, как таковых, нет. Потому что звук уходит в другую сторону. Можно это его домик ползать? Ну, где-то там он затученный. Ну, сейчас появится мор здесь. Вы успокоились? А вот мне надо. Тема тут прочитала лекцию Альберта о вреде питьевой воды, что и пить нельзя. Не питьевой, а дождевой. Вот, о, питьевой, дождевой воды. Не питьевой, а дождевой. О, ничего себе, как сверкнуло. Нет, там лучше. Да, что дождевой воду пить нельзя, потому что в ней вся таблица Менделеева. Как говорят, цветочки поливают, да и огород поливают. У меня так цветочки загнутся. Ты что? Можно пыль вытирать, полымать. Это можно. А есть еще кислотные дожди? Короче, мне надо будет это отдельным видео делать. Наблюдение за молниями, рассуждение на тему вреда дождевой воды. Нет, в обычной дождевой воде там есть вся таблица Менделеева, а в кислотном там все.